Добрый день, друзья! Добрый день! И сегодня у нас снова кухня инфодайинга. У нас был небольшой перерывчик на отпуск нашей команды. И мы снова сегодня записываем все, что произошло с нами за последнюю неделю-две. Событий было невероятное количество. Я начну с каких-то моментов повторения. То есть у нас прошел великолепный практикум, который назывался «7 дней из глубины». Этот практикум останется в записи для тех, кто реально хочет очень быстро влиять, вторгаться в событийный ряд в своей жизни и хочет выставить его на частоты счастья, на частоты, на более позитивные какие-то настройки. Ты помнишь этот практикум? Ну, конечно. Это своего рода перепрограммировать свою жизнь. Осознанно, да. Именно осознанно перепрограммировать. Ну, наверное, не свою жизнь, а больше себя, наверное. Себя и свое отношение к событиям. И, соответственно, сменить события. Да, и, соответственно, меняется жизнь. Этот практикум очень хорошо соединяется с заявкой на счастье. То есть в одном случае есть возможность просто задать частоты. Другой вариант, вот практикум «7 дней из глубины» – это наработать привычку, осознавать предыдущий день, благодарить себя за него и осознанно создавать следующий день. И тоже наработать привычку на это. Да. И, мало того, еще замечать, уметь научиться замечать себя и останавливать в моменте здесь и сейчас. И работать в этом моменте. Когда мы делаем глупости, да. Да. Когда прилетает что-то из коллективного, и мы вынуждены на это реагировать. И мы можем реагировать по-разному, а можем не реагировать никак. Мы можем это остановить еще с самого утра, чтобы это не происходило в вашей жизни. Потому что только вы пишете сценарий того, что вы проживаете. И в каждый момент сценария можно вторгнуться своим сознанием и переписать иначе. И это абсолютно серьезно при определенном уровне осознанности человека. И это все тренировки. И замечу, все тренировки по возвращению ответственности за свою жизнь на себя. На себя. То есть, это вот невероятно, когда люди пишут «Господь, помоги, я молилась, я просила». Что ж ты, Господь, не слышишь меня? Ну, конечно, когда вы сами себя не слышите, то и Господь вас не слышит. Это об этом. Это об этом. Вот эту ответственность вернуть за свою жизнь на себя, и жизнь уже становится другой. Соответственно, меняется отношение к жизни. И вот в течение этих двух недель у нас было очень много обратной связи по детям. Мы все не опубликовали, потому что это невозможно и не нужно. Ну, вот самые интересные заметки, там, где ребенок говорит маме «Спасай себя», там. Просто очевидно. Вот эти вот все, все очень-очень такие наглядные. И мы выкладывали детей, с которыми консультация была две недели назад. И мгновенные результаты, по сути дела, пошли. Вот этих детей мы повыкладывали немножко. Стало больше любви, терпения, уважения. Это про то, как семейная жизнь изменилась в принципе, да, в семье среди взрослых людей. Счастье бывает разное. Тут была заметка такая. Это, в общем-то, это тот случай, когда мы выкладываем и посты. Я перед тем, как опубликовать что-то, я все-таки человек логики, да, я технарь. Я вот смотрю, что пишут мамы. И есть сообщение, где классный результат. Ребенок поправляется, взгляд изменился. Там горшок уже, он ходит. Там еще что-то, тут к школе что-то прошли. Вот много таких сообщений приходит. Но есть сообщения, которые я пропускаю. Есть сообщения, которые я фильтрую и выкладываю. Вот есть семьи, о которых я специально выкладываю постоянно. То есть там дети вышли из аута. Для чего я это делаю? Казалось бы, о них уже есть фильмы. Дети уже на самом деле вышли из аута. Уже все, уже нормальная семейная жизнь. Зачем я о них продолжаю публиковать материалы? Понимаете, есть доброжелатели, особенно от религии, которые ждут. Вот все-таки они придумали, люди солгали, они повелись на внушение, они еще что-то. И начинается придумка, что люди потом повернутся и закидают нас камнями. Так вот, мы показываем, что дети не возвращаются в аут. Если они уже пошли на выход, они идут на выход. Нет возврата детей в аут. Но есть моменты остановок. И мы об этом говорим прямо. И наблюдаем, вот, например, за старыми детьми. У нас есть такой момент, когда мы наблюдаем за ними, не вмешиваясь в их развитие. Нам тоже интересно, чем закончится. Например, мы работали плотно с мамой. А ребенок шел, мама работала, ребенок шел. Потом мама так хобана и удаляется с чата. И висит там где-то, иногда в личку пишет. А на самом деле мама перестала работать. Она успокоилась. Ей уже не стыдно за ребенка. И она не дает ребенку до конца поправиться. Как только перестала работать мать, ребенок остается там, где он остается. И есть мамы, которые спустя год к нам начали опять возвращаться, писать и пишут. Наталья, вот мы ожидали, что там все, манна небесная посыпалась, а она не сыплется. И вот тогда задаешь вопрос. А вот это? А как у вас дела с этим? И вопросы точечные и очень болезненные. Остановилась мама, остановился ребенок. Остановился ребенок. И вот эти вещи в книге «Инфодайм. Глубина» мы доказываем, что это именно так и по-другому быть не можем. Там идет уже доказательная база. То есть из глубины мы рассмотрели, как работает психика. Мы разложили вот эти моменты глубинные у матери и у ребенка, каким образом заполняется информация. И мы сегодня можем абсолютно на 200% четко говорить, ребенок будет выходить из ауто по мере, как мать выпускает его. Мать выпускает своего ребенка. То есть она параллельно выходит из ауто. Поэтому обращение к нам, типа, вылечите, спасите, сделайте что-нибудь. Причем, знаете, иногда ложь бывает такая. Вот недавно меня она очень сильно удивила, когда человек вот конкретно пишет. Вот не устраивать человека, что ребенка не берут в обычную школу. Вот, пожалуйста, сделайте так, чтобы его взяли в обычную школу, а остальное – трава не расти. Понимаете? Вот этого не будет. Сделайте. Вот волшебство такое. Сделайте, чтобы вам… Поработайте с кем-то, да, вы извини. Поработайте с кем-то, с чем-то. Сделайте. А я не буду, я так в сторонке постою, понаблюдаю. А я в сторонке посмотрю, понаблюдаю, да. Вроде ребенок мой, но я-то сама не хочу меняться. Я как была вружкой для себя, я так для себя вружкой останусь. Вот эти вот моменты, ребят, мы всегда бьем под дых и очень больно мамам. И иногда, наблюдая нашу работу со стороны, вот особенно в последнее время, мне муж стал говорить, что мы злые. Мы, как он называл, кровососы? Мы кровопийцы. Кровопийцы, да. Мы кровопийцы, потому что мы находим самое больное место у мамы и бьем в него. И бьем четко в яблочко так, что мать начинает трясти, начинает колотить. А в течение недели-двух она может не спать. У нее происходят такие изменения, такие взгляды на жизнь. И те вопросы, которые она всю жизнь не решала, она вдруг за эти две недели начинает поднимать и решать в том числе. И вопросы с мужем по сексу. Ребят, мы уже рассказывали, что у очень многих людей, у кого дети инвалиды, нету секса. И не надо оправдывать, что мне некогда заниматься сексом, потому что ребенок инвалид. Но мы при этом любим друг друга. Да. Не надо просто врать про любовь. Нету любви. И вот эти вот моменты, когда начинаешь у человека вытряхивать, и человек вдруг начинает честно смотреть себе в глаза и говорит, слышите, блин, я как в каком-то кумаре живу. Ведь на самом деле, мужу вру, себе вру. Вот здесь подстраиваюсь, здесь меня нет, здесь унижаю других, здесь самоутверждаю за счет других, здесь, здесь, здесь. И пошел процесс раскладов. И в этом плане очень сильно помогает наш чат мам. Это невероятный кладезь. Мам, и замечу, вот те мамы, там же есть мамы, у которых дети уже здоровы. И они продолжают осознаваться, они продолжают идти, и они это делают не для детей. Они это делают для себя. Да, потому что они чувствуют, что они становятся счастливыми. Чем больше они вот этого вытрясли из себя, чем более искренними и открытыми они стали, тем более счастливыми они стали. И вот этот чат, он действительно помогает мамам. Одна написала, и так, и за ней реакция, и у всех пошла цепная реакция, они осознают это, они видят, они замечают свои проявления, свои подавления, где-то ложь, где-то обман, где-то подстройки. И вот эти все моменты неискренности, они, конечно, сумасшедшие, и при этом они учатся создавать новую жизнь осознанно. Учатся создавать себе реализацию, учатся создавать себе квартиры, дома, машины и так далее. Там, где им комфортно, где они находятся в счастье. И они не бегут за деньгами, чтобы взять мужика при деньгах, а они создают это, потому что они знают, иначе быть не может. И неважно, мужик, не мужик, у него все равно это будет. Вопрос, как это будет? Первичное она, ее состояние. А все остальное, оно рядом всегда. Вот такое знание у некоторых мамочек появилось. Именно оно прям чувствуется, когда читаешь. И оно цепной реакцией сейчас идет, и мы видим, как меняются мамы, меняются дети. И что мне очень нравится, очень во многих семьях начали пробуждаться папы. Более того, нам задали вопрос, блин, мы сегодня даже не по новостям идем, да, новости вы прочитайте на сайте Покбай. Нам задали вопрос, вот, например, а каким образом мамы и папы влияют на выход ребенка? Замечу, в восточных семьях, в 90% семей, отцы просто сваливают и перекладывают ответственность на мать. И говорят, ты виновата в том, что у нас ребенок болен. И эта мать, раздавленная под пластом вины, ее еще больше опустили, припечатали. И она же не хочет в вине жить и в обиде. Ее же тело рушится. Ей это неприятно, ей проще тогда ускользнуть, сбежать, либо продолжать врать, подстраиваться и так далее. Но это все не про искренность, не про открытость. И к этому пихают отцы. И отец, типа, мать виновата, что ребенок аутист, а я здесь такой, так и хочется сказать, задняя место с белым. Я очень развитый. Да, очень такой интеллектуальный товарищ. Так вот, для особых одаренных интеллектуалов, милые папы, выход ребенка из ауто зависит и от вас. Просто каким образом работает сам механизм психики? Во время беременности, мамы, во время беременности, именно вы, именно вы, в какой-то стрессовой ситуации развернули метельную метку, которая пошла вот в эту сюжетную линию болезнью. Именно у вас не мог родиться здоровый ребенок, с какой бы и женщиной вы его не создавали. Потому что вы находились на той частоте внутренней, по которой вы у любой бы развернули инвалидно. Ну, разница была, какого бы инвалита вы развернули. Да, там, с тем заболеванием или не с тем. Раньше, позже, но все равно это бы было бы. Потому что вы были в низкочастотке. Потом, после рождения ребенка, начинается загрузка информации матери. И, соответственно, мать тоже низкочастотная, она догружает ребенка. И вот этот чистый цвет в виде ребенка, открытый, чистый, ясный, пришел. И он тут же получил ушат грязи от мамы и от папы. Да, плюс у него, он же не просто так к ним шел, у него своя кармическая история была. И для того, чтобы вот это вот все свернуть обратно и вывести в здоровый сценарий, а, надо, чтобы начала осознаваться мама. У мамы спадает напряжение, ребенок начинает двигаться на выход. Ребенку помогаем мы через маму. Да. Но при этом создает, остается одно напрягающее звено, которое не выпускает ни маму, ни ребенка. Это отец. Он как бы, как наблюдатель, стоит в стороне и до последнего контролирует выход. И если мама включилась, а папа не включился, то последним тормозом, это знаете, это как автомобиль идет на разгон, да, и в последний момент туф-дуф, блокировка по тормозам. Это папа. Это знаете, удар в спину. Удар. Да, да. Это выстрел в спину маме. Близкий, знаете, по образу и подобию, это папа смычок, а мама скрипка. И вот этот смычок, на этой скрипке, как он умеет играть, да, вот оно. Так он играет. Как он играет, да. Мама уже пошла с ребенком, да, а тут включается папа смычок. Мама вроде струны свои натянула, да, так уже все, зазвучало, и тут смычок кривой. Ты, 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 все. Так вот, нас начало радовать то, что вот когда мамы пишут обратную связь, очень часто уже звучит, а муж так реагирует, а муж показывает и отражает, говорит, что ты лжешь себе, а муж, а муж. И вот упоминание об отцах, и мы понимаем, у отцов включился ум. А действительно, ведь ум включается у мужчины, а разум у женщины. У женщины есть все знания, всего. А мужчина, он выделяет вот этот кусок умом, и если в его ум не вкладывается, и в его понимание нет схемы, как идет выход из аута, то он и не дает выйти. Он и делает этот контрольный выстрел в спину, чтобы они не ушли далеко от него, и остались там же, где и он, да. И получается, что отцы как бы важны, но в то же самое время, для нас, для работы, важнее мать, потому что мы с ней работаем. Первично мать, но в то же самое время, милые папы, вы все равно через год, через два сделаете им контрольный в спину. И будете ли вы его делать, либо вы протянете руку, зайдя вперед, и скажете, давайте я вам помогу, я протяну женщине руку, и она пройдет, поднимется еще выше. Это решаете только вы, потому что именно в вас, вот этот вот механизм, по активации информации, по активации, то есть вы можете активировать счастливый, здоровый сюжет, а можете его не активировать, а можете остаться в старом и больном. Поэтому вот эта работа, это работа всей семьи, ведь мир ребенка, он состоит из мира папы, мира мамы. Просто мир папы важен в перинатальный период, мир мамы важен до трех лет, и потом дальше вы как обручами держите этого ребенка, выйдет он из ауто или не выйдет. Точно так же из других заболеваний. Поэтому практики, которые отцам надо делать, они точно такие же, как и матерям. Просто есть периоды, когда информация от отца имеет важное значение, есть периоды, когда от матери она имеет важное значение. И работать надо как одному родителю, так и второму. Если в семье нет родителя, то в семье есть рядом с мамой мужчина. Тогда программа этого мужчины, дедушки, брата, кто находится, нового мужа, кто находится рядом с ребенком, они будут влиять. Потому что ребенок идет через копирование. И этот мужчина точно так же должен работать, тот, который находится рядом с ребенком, как и родной отец. Итак, это такое вступительное слово. Опять-таки вот здесь смотрю по новостям, по нашим. И такое бывает после консультации. Это, кстати, вот обычно дети подсвечивают родителям какахи. А у нас есть уже письма, когда дети, просто все дети маму залюбили, зацеловали там и так далее. И мама пишет, я не знаю, что они мне показывают. Они меня целуют постоянно. Что они мне показывают? Да? Они учат любить, потому что внутри много любви, которую она зажала, и ни с кем не делится. И дети показывают. И эту часть точно так же, как и отрицательную. То есть, они учат с двух сторон. Они не делят на плохое и хорошее. Они просто показывают. Они искренне показывают. Вот чисто показывают. Обрати внимание, в тебе до хрена любви, а ты ее не отдаешь, милая мамочка. И такие мамочки тоже есть. И это очень радует. А еще у нас очень одна интересная история была. Вот я фотки выложила. Это когда Жорику, нашему хирурге, предложили удалить гигрому с руки и сказали, что она сама не рассасывается и не проходит. А мы тогда посмотрели и посмотрели, что она должна уйти. И вот две недели ровненько гигрома рассосалась без хирургической операции. И вот фотки лежат. Тоже можно смотреть. На самом деле, это работа с психикой. Психика создала гигрому, задержала. Что там, жидкость, наверное, она задерживает. Не помню. И потом эту жидкость или лимфу и ее убрала. И это все тело. И первично в данном случае психика. Вообще, по работе в инфодайнге у нас на этой неделе работали клубы. У нас работали и Овсянникова с Литвинкой, и Клепникова с Добудькой. Более того, они ведут клубы, они ведут практические занятия. И они ведут консультации. Кроме того, снова начали брать консультации Першина с Волковой. Ученики, они работают с людьми, к ним можно подать энное количество заявок. Они наконец-то разгребли свои майские и июньские заявки. Просто они были завалены заказами. Поэтому я думаю, что к ним можно будет сейчас подать снова какое-то время заявки. Пока будет открыто, там неделя-две. Потом снова мы закроем к ним доступ. Чтобы они это все отработали. И у нас на этой неделе стартовал новый клуб. Его ведут Сибирякова и Бровка. Мария Сибирякова и Наталья Бровка начали новый клуб. Если вам интересно, почитайте, посмотрите. Это девчонки не ученики, а стажеры. Они проводят консультации достаточно профессионально. И они вот начали работать по клубам. Смотрите, у нас на сегодняшний день, когда работают стажеры, они еще используют свои наработки и знания с других каких-то психотехнических баз. Потому что целиком, вот так, чтобы статус инфодайра был, еще нет людей, которые бы могли полностью идти по нашим стопам, но они уже есть. Уже человек выбирает и понимает, что психология, кинезиология и так далее можно использовать наработки, но в ограниченном контексте все-таки инфодайинг дает большую глубину, большее знание и больший эффект. Просто к этому надо прийти и осознать это. И человеку зачастую тяжело оторваться от старой психотехнической базы, поэтому какие-то элементы используются. Но чем дальше человек уходит в инфодайинг, тем меньше старой психотехнической базы остается. Более того, иногда возникают конфликтные напряжения, например, когда используют те же техники РПТ. Можно зарыться в прошлое. Можно. И толку. А можно по инфодайингу отбросить прошлое и смотреть вперед в будущее, меняя здесь и сейчас. То есть работая с мигами. И эта эффективность на порядок выше, результативность выше. Если человек ориентируется на результат, то, конечно, психотехническая база инфодайинга идет в приоритете. Но в инфодайинге, видите, какая сложность, надо все осознавать. Понимание не даст ничего толком. То есть будет хромать результат. Почему мы с Наташей делаем больно? Вот просто больно очень часто человеку, потому что мы показываем, вот прямо мы показываем ядро болезни или ядро проблемы, именно ядро. А человек не готов к нему сразу к этому ядру. И ему лучше вот это постепенное где-то. Нет, это не может быть, что это вот это ядро, оно в нем звучит и создает вот это поле проблем, поле болезней. Понимаете, мы из глубины идем, мы показываем сразу ядро, мы оттуда. Если мы и работаем, то мы работаем оттуда, навстречу человеку. Если человек идет к нам, и мы идем навстречу, все, у нас результат обеспечен. У человека, вернее, результат обеспечен. А человек зачастую просто не готов вот это суть своей проблемы, суть своей болезни, ядро услышать и увидеть. Он просто в шоке. Ему дайте, нет, нет, я там где-то, дайте я еще поплаваю, дайте я полечусь, я еще это осознаю, но только не вот это, это слишком больно. А тот человек, который слышит вот это, именно это ядро, эту глубину, ядро и глубину, он готов к этому. он выключает свои обиды, злости, агрессии, там, вину, он просто растет, он развивает себя, он готов это слышать, и он осознает это, и он в себе производит необыкновенную работу, и у нас ускоряются результаты просто вот молниеносно. Но это когда человек готов воспринять информацию. Но большинство людей, вот смотри, даже по консультациям, ты присылаешь консультации, и мы последнее время начали свои слова где-то подтверждать, опираться на те факты, которые есть у них в семье, у людей. Они знают, что мы не могли это знать. Там где-то была поножовщина, там еще что-то интересное такое было. То есть конкретные факты, которые мы ниоткуда знать не могли, да, но именно эти факты привели, например, к болезни ребенка или к болезни взрослого человека вот в таком-то варианте. И человек, читая, осознает, что, блин, это сумасшествие, но это об этом, и у человека есть информация, что такое было. И когда вот с этой опорной точкой ему разворачиваешь, и мы тут же привязываем, а к этой привязанной здесь ложь, здесь обман, здесь еще что-то, и ты всю низкочастотку привязываешь к конкретному моменту. И человеку больно, больно, но он идет на раскрытие. Он идет именно, у него вот именно цепляет его то, что не могли знать. Цепляет информация привязанная, потому что, когда мы вот, это на консультациях, когда мы разворачиваем, потому что развернуть эти вещи, это все-таки надо очень сильно углубиться. Когда мы отвечаем вот тем, кто нам пишет в личку и в чате, мы человеку пишем, вот здесь вы лжете, поэтому вот здесь вот это, вот здесь вот это, вот здесь вот это. И цепочку разворачиваешь, и человек тогда пишет, ну да, я подумаю, я там спрошу у мужа, я там еще что-то, как ужик так, и ушел, да. И мы понимаем, этот человек не готов слышать на сегодняшний день. Для того, чтобы он услышал, надо причинить боль. Парадокс. Да, парадокс. И при этом, не наша цель причинять боль, наоборот, мы хотим человека достать оттуда, сменить его состояние на состояние счастья, а боли это же не о счастье. Понимаете, но это поле парадокса. И на поле парадокса работают свои правила. Кстати, о поле парадокса. У нас сейчас уже подходит к концу книга «Инфодайм. Глубина». Она уже дописывается и уже вычитываются основные моменты. И мы эту книгу заканчиваем на переходе к парадоксальному восприятию. Неимоверно интересная вещь. Это просто мы сами сидим в восторге от того, в каких пластах мы пребываем в психике человека. Чтобы было понятно, о чем речь. Вот смотрите, наверняка вы читали книги Луизы Хейтам, Синьельникова, еще когда кого-то. Где психосоматика привязана к конкретным органам. Вот, например, вот этот человек желчный, вот у него проблема с желчным пузырем. А вот этот человек с желудком проблема, а он ест сам себя. Ест сам себя, да. Вот он такой геморрой ходящий, и у него геморрой. И так далее. И вот эти вот привязки у синельника есть вши, это от дурных мыслей в голове. Вот у меня муж все время ходит и троллит этими мыслями в голове, говорит, вот у человека, у которого есть мысли в голове, значит, у него должны быть вши по синельникову. Но смотрите, в этом есть и правда, и подмена. Есть моменты, где вот психосоматика, привязанная к определенным физиологическим моментам, она проявляется действительно так у человека. Но это у определенной части людей, это какой-то процент. То есть есть процент, где будут совпадения. Но если мы уйдем в глубины психики, и если мы развернем парадоксальное восприятие, вообще вот эту вот глубину парадокса, саму глубину парадокса, и откуда берется парадокс, то мы можем достаточно конкретно, во всяком случае попадание будет где-то порядка 80% по нашим прикидкам, то мы сможем говорить, вот так человек будет проявляться в психике именно во внутреннем мире, и это будет вот так отражаться во внешнем мире. И это будет речь идти о поведенческих реакциях на инстинктивном уровне, то есть неосознаваемых поведенческих реакциях. А инстинкт это не только бежать, замереть, спрятаться и так далее. Вот этих вот неосознаваемых реакций у нас очень много, когда мы совершаем поступки, действия какие-то, и мы не задумываемся, почему мы поступили так, а не иначе. И вот этот вот момент парадокса, рождение парадокса в психике человека, он настолько интересен и он настолько конкретен, что ну просто невероятно. Если, вот один пример приведу, если мы, например, возьмем в психике искажения, все искажения идут через ложь, и ложь не просто так там возникает. На чем искажения, вот какие варианты парадоксальности есть? Вот здесь мы имеем правильную девочку, хорошую девочку, которая в школе должна хорошо учиться, должна соответствовать папе, маме, должна угождать мужу, должна хорошо взаимодействовать с родственниками, должна, 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 вот хорошая девочка есть, да. Психологи, психотерапевты очень любят работать с хорошими девочками. А основная парадоксальная часть у этой женщины в чем? В том, что она постоянно врет себе, а у нее никого нет дома. У нее нету ее для ее. То есть, она отсутствует. Она как? Она врет сама себе, что она дома, а на самом деле дома никого нету. И вот смотрите, дома никого нету, это же определенный набор программ и проявлений, да, и на эти программы и проявления никого нет дома будет реагировать ребенок-аутист. Он будет показывать, тебя нету дома здесь, тебя нету дома здесь, тебя нету дома здесь, тебя нету дома здесь, и оно и будет проявляться, что ее будет беспокоить только внешне, а внутренне беспокоить не будет, потому что внутри у нее никого нет. И вот этих вот моментов таких. Я привела один пример, а мы вот когда разворачиваем, это десятки очень много. И мы сейчас начали это все записывать, потому что мы понимаем, что это подоснова психосоматики. То есть потом это можно привязывать к органам, потом это можно привязывать к болезням. Мы расписали, каким образом дробится сознание, выделяя сознание болезни. Мы полностью вот эту часть разложили из глубинного восприятия, где идет дробление и за счет чего. Где создается напряжение, где создается сопротивление, и каким образом идет взаимодействие через напряжение, через сопротивление. Там настолько просто разжевано. По мне так это разжевано. А подоснова всему ложь. Ложь самому себе. Но вот это все, это будет в книге еще «Инфодайн. Глубина». И мы плавно приходим вот к этим глубинным пластам, которые мы назвали парадоксальное восприятие. Потому что воспринять парадокс через ум невозможно. Потому что ум будет делить на хорошее и плохое. На право и налево. На девочек и мальчиков. И так далее. А парадоксальное восприятие это когда ты можешь воспринимать целостно любую информацию. И в этой информации находить, как она отразится на физическом теле. Потому что именно тело наше целостно. И именно из физического тела мы можем воспринимать эту информацию целостно. Вот парадокс. Он просто так работает. И вот на этих глубинах, когда вот эти вещи осознаешь, мы вообще там совершали сумасшедшее путешествие. Вот представьте, из того, что впечатлило меня само. Мы с разных восприятий брали информацию. Ну вот одна из восприятий. Мы берем информацию сознанием, который в данный момент находится в инкарнационном цикле через зазеркалье. Представляете? То есть мы с обратной стороны берем информацию на уровне сознания, который находится в инкарнационном цикле. То есть перетекающее сознание. И мы полностью писали инкарнационный цикл из этого. Это невероятное путешествие в глубине психики. И что при этом чувствует человек? Что он проживает? Какое восприятие? Что он даже видит в своих галлюцинациях во время перетекания сознания? Это невероятное. Там на самом деле это невероятное наше погружение. Там сумасшедшие вещи, но это именно с этого идёт. Но они настолько... И более того, мы их смогли привязать к проявленному миру, чтобы сказать, ну если это мы не делали, то тогда откуда вот такой результат? Мы даже вот эти вот вещи смогли попривязывать. Более того, мы вот... Наше погружение, когда мы исследовали, что такое луч внимания у человека? Что такое вообще внимание человека? Что такое интерес у человека? Восприятие с позиции интереса, восприятие с позиции луча внимания. Ведь это всё моменты, которые способствуют рождению реальности в психике. Рождению реальности, опять-таки, необходимости выносить ответственность, необходимости выносить Бога, необходимости выбора того или иного тела, тех или иных родителей и так далее. Там реально очень глубинные вещи, невероятно интересные, сумасшедшие такие. И мы понимаем, что в мире на сегодняшний день нет литературы, которая бы давала вот эти все глубины. Нету и... Ну, возможно, она была. Потому что вот эти тайные древние рукописи, мы думаем, что мы смогли их прочесть, просто не имея их физически в руках. Потому что конкретно мы качали информацию, мы понимаем, где и откуда мы её брали. Но это интересные моменты. Вот это в книге «Инфодайна. Глубина». Когда вы прочитаете, да, вот эту глубину, и потом, когда парадокс, то поймёте, о чём мы сейчас говорим. А парадоксальное восприятие, научиться парадоксальному восприятию, это научиться видеть сразу в человеке суть. Вот по сути дела, ты смотришь на человека и видишь его глубину. И ты видишь... Ну вот, например, у меня сразу идёт приговор, имеет смысл работать с человеком или не имеет. Вот вообще смотришь и понимаешь, ну, здесь нет. И вот на протяжении... Сколько у нас уже инфодайна? Третий год, да? Скоро три года будет. Третий год уже. Так вот, я всё время была против категорически перепрограммирования людей. То есть, все, кто с нами работал, знаете, вы получали задание, что вы должны написать будущее, написать сценарий, войти в состояние счастья и так далее. То есть, мы вам давали работу. И мы не делали эту работу за вас. То есть, какие-то моменты подгрузочные для того, чтобы задержать вас на частоте, на струне, мы делали, но это общие такие моменты, которые вы могли абсолютно легко поменять в тот момент, когда вы вводите конкретику. В чём проявляется ваше счастье, в чём проявляются ваши отношения конкретные с конкретным человеком, где там, какую роль играют дети, родители и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вы были свободны в выборе и в записи своего сценария. А почему мы так работали? Потому что в каждом человеке мы осознавали Бога. Абсолютно в каждом. По подобию мы видели Бога. И мы хотели видеть и находиться в обществе Богов. Да, и хотели, чтобы человек сам обретал ту силу, которая в нём она есть. Но чтобы он её себе возвращал, мы этого хотели. И мы надеялись на это, что это так у нас. Мы просто не хотели перепрограммировать именно по этой причине. Мы просто с тобой верили в это по сути своей. Да, да. Но в итоге мы пришли. Ну, последняя наша работа и очень плотная работа показывает, что есть люди, да, есть люди, и их достаточно большое количество интеллектуальные, именно интеллектуальные способности которых делают невозможным вот эту работу. То есть это люди, программы. Их надо перепрограммировать. То есть либо ты имеешь вечно поломанную игрушку, но если ты хочешь, чтобы эта игрушка была целой, значит, её надо починить. И это значит, её надо завести, знаете, как эту курочку, которая тун-тун-тун-тун-тун, зёрнышки клюёт, да, в детскую игрушку. Помните? Такой тук-тук-тук-тук-тук. И вот завёл её, и она снова тук-тук-тук-тук-тук, и мозгов нет. И мы, когда работаем, мы вот, мы, последнее время мы чётко определили, что есть такой контингент, который так останется вот этой тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, курочкой, да, её надо просто завести. И мы начали задумываться насчёт того, что мы в каких-то моментах были неправы, что, наверное, всё-таки перепрограммирование человека должно исследоваться и изучаться в психике для того, чтобы не было поломанных курочек, заклинивших, не работающих. Ну, если она уже пришла курочкой, то пускай клюёт эти зёрнышки. Это как заклинившие детальки. Заклинившие детальки. Одного организма. И от них дождаться, что они сами расклинятся, нереально. И поэтому их привёл, чтобы общая вся система работала. Ну, тогда надо смотреть, в принципе, когда мы смотрим на наше тело и понимаем, в нашем теле есть клетки мозга, клетки сердца, клетки крови, да. И в то же самое время у нас есть клетки кишечника, у нас есть соединительная ткань. Она же тоже выполняет свою функцию. Она должна быть, чтобы раны заживали. Там всё. Она выполняет свою функцию. И поэтому, когда мы начинаем целостно смотреть, мы понимаем, что всё-таки, всё-таки, всё-таки есть люди, которые и надо, надо нарабатывать психотехническую базу на перепрограммирование для того, чтобы рана заживала. Это знаешь что? Это есть люди, которые, вот как я сказала, заклинившие детальки. Из одного инструмента их же не выкинешь. Да. Это получается, выкинь, и весь инструмент гибнет, останавливается. Поэтому их надо просто привезти. Вот это об этом. Ну, видишь, мы избегали всё время этого. Мы до последнего тянули человека. Мы же тоже учились. Да, мы учились. И вот сейчас из глубины, когда смотрим, мы понимаем, что есть люди, кого привезти невозможно. Человек просто не в состоянии сам осознанно создать сценарий своей жизни. Ему надо, чтобы за него создали. И он об этом говорит прямо. Он прямо пишет. Не могу, не могу, не могу. То есть это о ресурсе. И, кстати, когда этот человек пишет прямо, это гораздо лучше, чем когда человек начинает убиливать. Врёт и убиливает. Или же уползает и начинает где-то откуда-то нести чушь на нас. Это гораздо хуже. На самом деле. Вот мы сейчас на следующий год ставим целью именно разработку такой психотехнической базы, потому что её у нас нет на сегодняшний день. Но мы приходим к необходимости, чтобы она была. То есть это очень серьёзные вопросы. Это серьёзные трансформации внутри нас, потому что мы всё-таки... Это отладка единого организма. Это отладка единого организма только более высокого порядка. Чтобы все органы и системы работали нормально. Что там у нас ещё было на этой неделе? Да. По поводу у нас на этой неделе были обращения. И вот сегодня такое же обращение было. То есть это не одно обращение. Было, когда мамы относятся к нам как к скорой помощи. Мы уже говорили на эту тему. Когда мама пишет «Ой, моего ребёнка тошнит». Или «У моего ребёнка понос». Ну, чаще всего с этим. Срочно, срочно, срочно спасайте нас, потому что у нас понос или ещё что-то. Иногда точно так же люди пишут про себя. «Вот я там куда-то в лес что-то сделал, и мне плохо. Пожалуйста, пожалуйста, быстренько, быстренько выключите мне боль». Ребят, мы хотим, чтобы не было обесценивания нашей работы психика по сравнению с физиологией срабатывает в течение трёх дней где-то в среднем. То есть мы всегда говорим, что это плавный процесс. Есть люди, с которыми мы работаем, когда это быстро происходит, но в принципе это плавный процесс. И получается, когда, вы поймите, когда, например, понос или тошнит ребёнка. Ему же надо оказать помощь. Сейчас ему же плохо. Да? Это значит, надо сейчас, если у вас, у ребёнка понос, даже если это ротовирус, любой вариант, кроме алкогольного опьянения, возьмите настойку кровохлёбки в малых дозах, дайте ребёнку. И она остановит понос. Но это настойка кровохлёбки, и это действительно можно использовать как препараты, как истравничество. Почитать на эту тему. Её продают в аптеках. Почитать, опять-таки. Да, почитать, изучить. Это развитие, рост ваш. И вы научитесь этим лекарством пользоваться натуральным, природным, и вы будете выводить ребёнка сами. А не вы на соответственности помогите, посмотрите, у меня понос, или там у ребёнка понос. Или золотуха, да. Даже вы на соответственности, на элементарном, на поверхностном, которое уже вот просто, вот оно на ладошке, уже известно, как с ним можно. А если вам неизвестно, то поинтересуйтесь. Поинтересуйтесь, почитайте, поговорите. Опять-таки, наверняка есть врачи рядом, которые вам посоветуют, порекомендуют. Это более грамотный подход, чем пытаться через психику быстренько-быстренько. Сделайте ай, а понос не остановился. Конечно, не остановится. Ребят, с ним надо работать. И точно так же у нас есть дети. Иногда они грязь в рот засовывают, иногда ротовирус прилетает, ещё что-то. Мы точно так же имеем уже свои наработки, когда я знаю, помогает это, это, это. И поэтому мы не скорая помощь. Мы работаем действительно с тяжелыми болезнями. Мы работаем с психикой на глубинных уровнях. Мы действительно можем подсказать глубинные моменты, которые изменят вашу жизнь. Но вот эту поверхность, когда вы не берёте ответственность за элементарное, за то, чем вы покормили ребёнка, когда вы дали ему несвежий арбуз или не очень хороший борщик, это неправильно. Вот так делать не надо. Вот эти вот выносы ответственности, это опять-таки про то, про ваши отношения к вашему ребёнку. Ну и к нам, соответственно. Что ещё из интересного было у нас на этой неделе? Вот клубы шли, лови озарения у нас работали, вся Никова Литвинка, я говорила, и у нас хорошие консультации были. А, мы опубликовали несколько хороших материалов из книги «Инфодайвинг. Практика». На сайте ПУБАЙ на этой неделе есть публикации, и это действительно важная публикация. Мы опубликовали про практику узелок и как это всё работает, про внутренний диалог, про то, как людьми пользуются секты, как-то как-то как-то. Это интересные материалы, просто почитать, и для эту практику узелок очень хорошо научиться делать. Она простая и прикольная. И мы опубликовали одну очень сумасшедшую статью, называется «О работе в паре», о захвате МИГа. Это абсолютно глубинный, это отрывок из книги, действительно, из практики. Мы просто вычитываем тоже эту книгу. На данный момент две книги готовятся в издании. И, поймите, без захвата МИГа человека невозможно работать. Он ускользнёт. Поэтому захват с двух сторон, два человека. И вот об этих вот глубинных моментах, почему в инфодайвинге два человека могут работать? Почему инфодайвинг невозможен, вот когда я сам себе режиссёр и работаю с клиентом? Почему инфодайвинг невозможен, когда одному человеку неинтересно в паре? Или пара неискренняя, неоткрытая? Ни один кто-то неискренне, неоткрытый. Когда есть в паре ложь между собой, есть закрытость, есть недоработки. Когда, когда, когда? Вот в этой статье о захвате МИГа, о работе в паре, захват МИГа, мы рассказываем глубинную, подоснову инфодайвинга, почему именно так будет работать, почему по-другому не будет результата. Почему психотерапия обречена на то, что вы будете ходить, вот в классическом ключе там по Фрейду, она обречена, что вы будете ходить годами и не будете иметь проявленного результата, а вас будет качать справа налево, лучше, хуже, лучше, хуже, лучше, хуже. И вы при этом будете платить, платить, платить. Но при этом глубинных изменений у вас не будет. Вот в этой статье мы это все из глубины психики раскладываем. Если вам это интересно, вы можете опять-таки почитать на сайте pup.by и поинтересоваться всем этим. И еще одна тема, которую бы хотелось зацепить вот в этом вот выпуске, это тема «Деньги из глубины». Через неделю, 24-26 августа, у нас стартует обучающая программа. Обучающая программа, где мы будем конкретно работать по вопросам денег, обучать вас. Там будут практики, практики из глубины все. И будет немного теоретически, ну не немного, нормально, теоретической подосновы для того, чтобы был вообще процесс осознавания денег. Потому что когда говорят «Деньги – это энергия», деньги, их можно привлечь, их можно увлечь, их можно… Вы знаете, я когда вот эту чушь слушаю, я понимаю, человек не понимает сути. Просто у него работает жадность. Все, просто у него работают деньги, деньги, деньги. Да, а если у человека работает жадность, то интерес подменяется деньгами. А если интерес чем-то подменен, то луч внимания кратковременно можно зацепить за подмену, а дальше надо создать силовое поле. А силовое поле создается через страх, а страх разрушает здоровье. Вот поэтому и было всегда поверье «Деньги – зло» и так далее. Вот эту всю подоснову мы будем разбирать, именно психическую подоснову мы будем разбирать на этом курсе. Это очень важная подоснова, потому что когда человек ее осознает, то деньги, они просто есть. Когда он осознает из глубины. Из глубины. То, что мы будем давать на курсе. И для этого курса очень важны предыдущие программы, которые мы вынесли на данный момент на ответственность на человека, чтобы он сам их прошел, изучил, до того, как зарегистрироваться на эту обучающую программу. Возможно, 23-го числа вечером мы проведем либо практикум, либо что-то еще такое. Какого? 23-го понедельника. Возможно, да. На тему, чтобы те люди... Подготовить. Да, подготовительные. Чтобы те люди, которые не знают справиться, они справятся, получится, не получится. Они ведь самостоятельно проходили те курсы, которые вот были. И иногда, когда нет обратной связи, человеку тяжело двигаться. Вот для таких людей и будет еще вечером 23-го числа какая-то программа. Мы пока еще не настраивались, не брали ее именно по тому, чтобы человек для себя как по лакмусовой бумажке определил, надо ему на этот курс приходить или не надо. Да, то есть, потому что вещи мы даем действительно глубинные. Возможно, имеет смысл просто все наши программы, которые имеются, проходить самостоятельно. И, ну, опять-таки, если вы хотите задать вопросы, значит, это будет либо практикум, либо какое-то погружение коллективное. Но пока коллективных погружений не будет, пока либо практикум, либо курс деньги. И тема вот этот «Деньги из глубины» будет рассматриваться. Вот этот фундамент в психике деньги очень важную роль играет. Вот как не крутить, наверное, одну из основных. Потому что где интерес, там внимание. Где внимание, там сознание. Где сознание, там создание. Это цепочка. И именно деньги подменяют интерес. И вот именно деньги связаны с ложью. Как ни парадоксально. Они возникают в этой лживой дельте. И при этом они держат и правое крыло, и левое крыло психики, и прошлое, и будущее. Они все удерживают целостность. Когда ты знаешь, как управлять или как создается вся система, то тогда ты осознаешь всю работу. Ты понимаешь, что деньги основаны на лжи, но при этом деньги это как отражение счастья. На самом деле, полноценности жизни. Полноценности. По парадоксу. Там везде парадоксы. И вот эти парадоксы мы с вами будем раскладывать с разных углов восприятия. Абсолютно с разных. Курс интересный. И мы можем сказать на 200%, что никогда даже близко ничего подобного не существовало. Не было. Просто людей на этих глубинах не было. Ну что, спасибо сегодня, что были с нами в этом выпуске. У нас скоро будет подкаст про книги. Да, в четверг, да? Да, которые выходят по четвергам. И мы расскажем, ответим на вопросы, которые нам задают вдруг карнию инфодайвинга. До встречи. До встречи. Друзья, еще одна новость, которая прошла, уже произошла после того, как мы записали кухню инфодайвинга. Вчера, когда проходил клуб Сибиряковой Бровки, это первый клуб, который они взялись вести. У нас произошел технический косяк, накладка, когда не выдержала оборудование. И тем ребятам, кто оплатил данный клуб, новое занятие будет бесплатно. Оно будет отработано 23 августа. Девчонки проведут его. Ну а те новые, кто хотят присоединиться и работать с Сибиряковой Бровкой, все-таки тема секса, волнующая для многих. Просто подключайтесь. Он сейчас в доступе, его можно купить. Итак, 23 числа Сибиряковая Бровка работает для вас повторно. Сибиряковая Бровка. Продолжение следует...